Если ты стараешься отодвинуть ту тревогу, которая у тебя есть, те страхи, которые у тебя есть, то они все равно продолжают существовать. Просто они находят другой способ проявления себя. То есть те психосоматические заболевания, которые в последнее время очень активно исследуются в медицине, это очень часто проекция всяких психических проблем на тело. То есть человек, который отказывается и отрицает проблемы, которые есть в душе, они начинают находить другой язык выражения, другой способ выражения. Это могут быть респираторные заболевания, это могут быть сердечные заболевания. Очень часто сердечные заболевания, кстати говоря, могут быть связаны с переживанием вины. Поэтому очень важно иметь мужество внутреннее и смелость сталкиваться с теми чувствами, которые есть, сталкиваться с собственной ограниченностью, потому что это одно из самых болезненных вещей, это понимать, признавать собственную смертность. И если, например, женщина не может смириться с тем, что ее жизнь заканчивается, она будет чрезмерное внимание уделять детям, например. То есть она будет все время думать о детях, дети будут центром ее жизни. А она будет не думать о себе, но именно для того, чтобы не сталкиваться с этими чувствами. То есть часто женщина позиционирует это как высшую форму жертвенности, но это на самом деле способ решения своих проблем посредством детей. И это огромная нагрузка на детей, с которой они очень часто не справляются. Вы спрашиваете меня, чем мне заткнуть эту тревогу, если не детьми? Предложите что-нибудь. Я не думаю, что ее нужно затыкать, я думаю, что ее нужно слышать, ее нужно принимать, ее нужно переживать. И это и даст нам контакт с собственным внутренним миром, потому что он очень богат. Но наша тревога мешает нам углубиться в самого себя, в тот внутренний мир, в те возможности, которые там есть, в те потенциалы, которые у нас есть и которые совершенно нереализованы. У мужчины это часто тоже большая тревога. Он чувствует, что его креативный потенциал, он как бы начинает уменьшаться. И часто это отрицают в современной европейской культуре, но и в нашей культуре посредством сексуальности. То есть мужчина должен доказывать себе, что он еще о-го-го. То есть он доказывает, что он молод, что он еще в силах, поэтому он уходит от жены. И поэтому, например, он пытается таким образом отрицать. Важный диагностический признак, что из этого можно сделать карикатуру. Например, мы смотрим на эти отношения, и мы видим, что они карикатурны. Почему? Потому что мы видим несоответствие между, скажем, статусом, возрастом, мудростью, которая приписывается этому возрасту, и таким поведением. Это несоответствие указывает на то, что есть проблемы, которые отрицаются.